Всем привет! YouTube канал HR Аналитики сегодня с темой анализа динамики эффективности сотрудников. И это про следующее. Это данные реальной компании по годам 2017, 2018 и 2019. В строках у нас сотрудники и в ячейках показатели их эффективности. Здесь KPI. И мы видим, да, первый сотрудник в 2017 году показывал 0,98 KPI, то есть меньше единицы. Единицы это, видимо, выполнение плана, да, там 100%. Дальше 0,96 и в 2019 1,05. Так вот, анализ динамики эффективности сводится к тому, чтобы посмотреть, как у нас сотрудники перемещались с точки зрения, стали они более эффективными, или точнее даже там увеличение показателей KPI, это не значит, что он стал более эффективным. Ну, так философская такая вводная, да, это значит, его так оценили. Так вот, задача анализа динамики эффективности сводится к тому, чтобы посмотреть, как у нас сотрудники перемещаются по эффективности, да, у них становится показатель эффективности больше, меньше и так далее. И, соответственно, какой процент. Давайте начнем с того, чего начинается любая аналитика, посмотрим на описательные статистики. Ну, то есть у нас есть вот такие данные, начнем с описательных статистик и введу сразу задачу. Данные, анализ данных, описательные статистики. Чтобы сэкономить время, я уже заранее вот это все проделывал, да, ну, вы сделаете для себя, то есть выделяете диапазоны. Я это показывал в своих видео, поэтому не буду останавливаться. И мы получаем вот такие описательные статистики. Так вот, в чем здесь проблема, или точнее, как это, фишка такого анализа заключается? Если мы посмотрим на средние значения эффективности, или там на медиану, да, то увидим, что значение медиана и среднего по годам меняется. Что это значит? Это значит, что, там, например, в 2018 году средняя эффективность сотрудников выше, чем эффективность в 2017 году. И получается такая ситуация. Ну, там, если возьмем продажи, это не продажи, компания не про продажи, но, чтобы было понятно на продажах, объясню, в чем проблема вот такого анализа. Там, представляете, что, там, в 2017 году сотрудник продал на 100 рублей, а в 2018 году он уже продал, там, на 120 рублей. Эффективность улучшилась? Да, улучшилась. Но при этом в среднем продажи по компании выросли в среднем, да, там, на 30 рублей. Что это значит? Это значит, что сотрудник, рассматриваемый нами сотрудник, да, его эффективность не увеличилась, а наоборот ухудшилась, да, потому что он относительно компании, в среднем по компании, просто не дорос, да, до увеличения продаж на 30 рублей. И здесь вот как раз такая ситуация, поэтому отслеживать вот такой, как это, производительный трек, да, назовем это так, ну, трек это путники, да, и тогда мы говорим так, или путь эффективности, да, или трек эффективности, если его отслеживать вот в этих цифрах, это будет не совсем корректно, потому что нужно учитывать изменения в среднем эффективности по компании. Ну, и сейчас я к этому приду, но прежде я еще скажу, там, если вы делаете такой анализ у себя, да, то можно сделать дополнительно еще, давайте. А, вот я уже сделал, извините, да, ну, вот такую диаграмму, то есть можно посмотреть распределение. Я показываю в своих видео, как можно настроить параметры гистограммы, ну, то есть, видите, у нас здесь по оси X, там, не совсем понятные обозначения, да, это все это можно привести к хорошему наглядному виду, да, добавить там метки данных и так далее. Ну, просто я к тому, что сейчас моя задача в другом, я это просто показываю в виде того, что еще можно сделать. Получаем вот такие описательные статистики, а теперь, собственно говоря, решение, да, про что наш анализ. Анализ наш, наш анализ про то, чтобы получить вот примерно такую диаграмму и цифры, которые стоят за этой диаграммой. Здесь по, как это, по оси X, если можно здесь назвать оси X, да, стоят также года обозначения ячеек. Это также эффективность. Больше одного эффективность, это значит высокоэффективен, меньше одного, это низкоэффективен и так далее. Ну, вот сами обозначения, они не соответствуют, потому что, посмотрите, у нас, если взять разброс минимум-максимум, да, вот сюда описательные статистики, мы видим, что минимальное значение 0,6 по всем годам эффективности KPI, кто-то 60% показывал, и максимальное значение эффективности 1,37, да, то есть разброс от 0,6 до 1,37, а вот здесь на этой диаграмме у нас кто-то показывает даже меньше минус 1. То есть я каким-то образом преобразовал наши данные. Преобразовал я их следующим образом. Ну, и вот те, кто там владеют статистикой, они уже поняли, что я сделал, а если вы не поняли, показываю, да, какое преобразование я сделал. Я нормализовал и, извините, нормализовал или стандартизировал значения в показателе эффективности. Что я сделал, да, у нас в статистике есть показатель, там, среднего значения и стандартного отклонения, и я привел вот к такому стандартному виду показателя эффективности работников. Что обозначает вот эти значения и как бы они выглядели? Показываю пример. Возьмем, например, сотрудника по 2017 году, у которого значение его эффективности точно равно среднему значению. Так вот, в данном случае, в данном случае, показатель в нормализованных или в стандартизованных баллах у этого сотрудника будет равен нулю. Среднее значение равно нулю. Если, берем другого сотрудника, показатель эффективности этого сотрудника равен среднее плюс одно стандартное отклонение, то есть, где-то примерно 1 плюс 0,11, это примерно равно 1,12, 1,13. Так вот, в данном случае, да, если у сотрудника показатель эффективности 1,13, у него в стандартизованных баллах, или в нормализованных, или в Z-баллах, еще это по-другому называется, его показатель эффективности будет равен единице. И далее я потом просто разбиваю это, если сотрудник попал вот в эту область, правую область, если у него значение больше одного стандартного отклонения, для тех, кто изучает комп НБН, это тоже будет понятно, потому что с зарплаты можно также там мерить в стандартных отклонениях. Так вот, если сотрудник попадает в значение больше одного, соответственно, у него он попадает вот в этот таргет, вот в эту группу, да, у кого показатель эффективности больше одного стандартного отклонения. Можно было сделать больше двух, там больше трех, но видите, достаточно там узкие вот эти группы, да, то есть очень мало сотрудников, поэтому просто, чтобы не замыливать диаграмму, я сделал значение больше одного, от нуля до одного, вот те, кто попали сюда, минус один ноль и минус один. Преобразование в Z баллы, оно очень просто, и я на этом сильно не хочу останавливаться, ну, просто давайте возьмем, там, как это можно сделать. Делается это очень просто. Мы берем абсолютное значение нашего сотрудника, отнимаем из его абсолютного значения среднее значение по году, обратите внимание, я беру среднее значение по году, закрываю, и делим это на стандартное отклонение. Все, и мы получаем его нормализованное значение, то есть у него нормализованное значение получается минус 0,335, то есть если смотреть на диаграмму нормального распределения, то наш сотрудник в 2017 году, рассматриваемый попал вот где-то вот сюда, меньше нуля, то есть мы говорим, что его эффективность в среднем была меньше, там, по компании, как-то или меньше, чем показывали эффективность 50 сотрудников компании. Вот. И вот на этой диаграмме он у нас попадает, соответственно, вот сюда. Далее я это проделал по всем сотрудникам, да, и показываю вот здесь, вот, кстати говоря, вот наш первый сотрудник, он у нас попал вот в эту ячейку, и посмотрите, во-первых, его движение по годам, теперь сравним, видите, у нас был 0,98, стал 0,96, а в стандартных баллах он опустился значительно сильнее, то есть у нас в целом эффективность сотрудников по компании в 2018 году увеличилась, да, а у него даже чуть-чуть уменьшилась, и в нормализованных или стандартных баллах он опустился еще сильнее. А в 2019 году он стал более, точнее, его показатель стал более высоким, да, но при этом он, как это, из стандартных баллов он тоже стал выше, но не вышел из своего коридора, да, а вот его коридор, минус 1 до 0, то есть он находится в этом коридоре, я просто вот эти значения для удобства преобразовал в категории, в нормализованные, в такие, в категориальные значения, да, в коридоры, как я их называю, и он находится вот в этом коридоре, и теперь, да, наша задача сводится к тому, чтобы посмотреть, как у нас люди, насколько там сильный, какой большой процент сотрудников переходил из одного коридора в другой, да, ну, просто здесь фиксируем, да, для себя, что вот сама по себе уже вот эта картинка может быть интересной, мы можем смотреть по сотрудникам перемещения там из коридоров в коридоры, вернусь на секунду сюда, вот на эту диаграмму, мы видим с вами, что мне здесь особенно интересно, там, что мне нравится здесь, да, у нас, во-первых, в 2000, из 2017 года, в 2018 год, из коридора 0.1, из сотрудников, которые показывали эффективность выше среднего, многие попали в коридор от минус одного до нуля, и смотрите, какая тоже картинка интересная, были те, кто имели эффективность меньше единицы, а это реальные данные, то есть это реальные компании, и это не продажи, и да, извините, философский момент, если вы хотите сделать такой же анализ по своей компании, обращайтесь, я вам могу это сделать, посмотрите и сравните, да, там, некий бенчмарк можно сделать, да, с этой компанией, посмотреть, как меняется, так вот, к чему я это все, потому что небольшой процент сотрудников из коридора минус одного эффективности попал в коридор больше одного, то есть такой феерический рост эффективности, да, вот, а потом, а в следующем году, в 2019, они упали от минус одного до нуля, ну, вот такая какая-то красота, естественно, это повод, как минимум, для рассмотрения, и смотреть, что за этим стоит, да, если в продажах, мне кажется, это дело обычное, то вот эта компания производственная, непонятно, что за этим стоит, ну, тем не менее, это, да, в любом случае, это повод для анализа, и, собственно говоря, сам анализ заключается в следующем, так, а вот зря я это сделал, ну, ладно, я создал вот такую табличку, то есть, это там коридоры, минус один, минус один, минус один, и это количество сотрудников, которые находятся в этих коридорах, то есть, у нас семь сотрудников, которые по всем годам находятся в одном коридоре от минус, как-то меньше, минус одного, да, соответственно, разбил их всех по коридорам, 34 сотрудника у нас находятся, это те сотрудники, которые по всем трем годам находились в коридоре больше одного, и самая многочисленная категория, это те 95 сотрудников, которые у нас все три года находились в коридоре от минус одного до нуля, ну и если там посмотреть по диаграмме, да, это видно, да, что вот он самый большой, как это, самая большая струя, да, она находится здесь, и давайте посмотрим, теперь перейдем к анализу, да, то есть, как посмотреть по процентам, вставка, сводная таблица на новый лист, давайте, 2017 и 2018, для примера, возьмем количество, и мы видим, да, всего 254 сотрудника в этой компании, и мы видим, у нас в строках, это коридор 2017 года, в колонках, это коридор 2018 года, и мы видим, что в сравнении с, то есть, по, да, вот, наверное, вот, 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 вот это возьмем, то есть, почему я беру вот это, потому что мне как раз интересно посмотреть, кто были те люди, или там, какой процент людей был, которые из категории минус один, попали в категории больше, больше одного, и мы видим, что это был всего лишь один сотрудник, да, то есть, вот, смотрите, видите, в строке он был минус один, а в 2018 году он попал в категорию, в категорию больше одного, ну, вот он один сотрудник, и если посчитать это в процентах, делается очень просто, дополнительное вычисление, по строке, и мы видим, да, что у нас, ну, это пять процентов составляет, то есть, вот эти вот пять процентов, или один сотрудник, изменил свой коридор, то есть, из коридора меньше минус одного, перешел в коридор больше одного, ну, хорошо, что один, хотя, вот здесь вопрос, хорошо или плохо, это неизвестно, да, мне кажется, там для производственной компании достаточно странные такие переходы, да, из минус одного, меньше минус одного, больше одного, ну, окей, это уже вопрос, на самом деле, компании, да, аналитик только фиксирует, то, что происходит, и смотрите, у нас было 50 процентов, да, тех, кто был в коридоре, меньше минус одного, и остальные 50 процентов, они разошлись по другим коридорам, и то же самое, у нас было 84 процента, тех, кто был в коридоре, больше одного, и 16 процентов разошлись по другим коридорам, то есть 2 процента, это, я так понимаю, скорее всего, дополнительные, без вычислений, то есть у нас, да, и один сотрудник попался, соответственно, в коридор, меньше нуля, от нуля до минус одного, потерял эффективность, вот, такой отсюда практически смысл, на самом деле, это нужно смотреть по компании, в любом случае, вот эти цифры, они дают какой-то повод задуматься, да, что происходит, по крайней мере, вот с этими выбросами, да, вот с этими сотрудниками, можно там задавать вопрос, можно там специально разбираться по этим случаям, понимать, что происходит, ну, в любом случае, это новая информация по компании, и повторюсь, опять же, да, тут в качестве рекламы, если вам интересно, обращайтесь, я могу сделать такой же анализ, для вашей компании, на этом все, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка под этим видео, на мой ютуб-канал, контакты там же, пока-пока.